Вот есть у нас два таких, я считаю, абсолютных достояния. Это Вован и Лексус. Это Володя Кузнецов и Алексей Столяров. То, что они проделали за лет, эту колоссальную работу, которую они начали со вчерашнего дня показывать и озвучивать, действительно вызывает, честно говоря, оторопь. Что, как европейские парламенты, европейские лидеры ведут себя. Что делает Вован и Лексус? Они, притворяясь Волковым, и, честно говоря, я сначала, я даже перезвонил Лексусу и спросил, я говорю, а правда ли это ты на видео, потому что его загримировали, и он там выступал Волковым. Вот, и он побеседовал. Побеседовал, в частности, это был еще май 2021 года, с членами комитета по иностранным делам парламента Нидерландов. И вот там он общается и выясняет, что они вообще думают о ситуации. И, честно говоря, вот то, как они смотрят на вмешательство во внутренние дела России, это правда интересно. Я предлагаю послушать, там есть перевод, начало этого ролика, это Алексей Столяров, он, притворившись Волковым, беседует с членами парламента. Кстати, они все сидят в режиме видеоконференции с ним, беседуют. Это правда, это хороший юмористический политический ролик. Давайте посмотрим, правда очень смешно. Видео 3. Господин фон дер Ли от партии «Зеленый левый». Спасибо, господин председатель, спасибо, господин Волков, что вы здесь. Несмотря на то, что виртуально, моя партия полностью поддерживает ваши усилия по демократии, поскольку вы упомянули грядущие выборы осенью. Каковы ваши ожидания по поводу дальнейшей эскалации Путина и его правительства во время выборов к вашему движению? Вы ждете, что ваши кандидаты столкнутся со сложностями во время избирательного процесса? Да. Мое ожидание, что мы должны получить 60 человек в парламенте. Это мое ожидание. Не меньше 60. Окей, спасибо, господин Брикл Манс, из Народной партии «Свобода и демократии». Вы призываете нас присоединиться к голодовке. Вы готовы? Это, конечно, имеет символическое значение. Но я хотел бы вас спросить, есть ли что-то в дополнение, что голландское государство или Евросоюз могут сделать в сфере санкций и давления на Путина? Потому что, конечно, поднятие этих вопросов – это одно. Но есть и другие меры, которые мы можем рассматривать. Вы считаете, что все виды санкций могут быть эффективны? Или вы не согласны с этим? Господин Волков, перед тем, как вы ответите, я бы хотел добавить. Вы оба русские. Мы нет. Вы знаете, наверное, политику господина Путина лучше, чем мы. Что вы думаете по поводу российской политики? Что будет наиболее эффективно? Или это действительно голодовка или санкции? Что, по-вашему, будет наиболее эффективно? Будет наиболее эффективно, если мировые лидеры начнут голодовку. И вы можете показать свой пример для мира. Было смешно, если бы они реально начали голодовку. Ну, я, кстати, должен сказать, что, во-первых, они были в шоке после вот этого брифинга. Ну, надо быть идиотами, чтобы просто не увидеть, что это пранк. Сидит странный человек в халате, знаешь, с накрашенными глазами. Просто он такой втирает. Но, надо сказать, что, ну, речь идет, это же комитет по иностранным делам парламента Нидерландов. Вот он с ним общался. Интересно, что после этого парламент собрал закрытое заседание. И они приняли отдельную резолюцию по итогам вот этого брифинга, который провели с Волком и Ждановым. И они действительно серьезно разрабатывали там вопрос в рамках резолюции о том, что они будут голодать и так далее. То есть, они не распознали, они вот, я думаю, только вчера узнали о том, что все это пранки. Но интересно другое, что вот с этого пранка, потом в конце покажу, потрясающий конец этого всего их заседания. Я думал, что после этого резолюции не будет, но все-таки резолюция была. Ну, Владимир Рудович, не так много времени остается, если можно. Вот в этом пранке наш Лексус предложил вариант. Это вариант того, кто будет лидером, кто является настоящим лидером российской оппозиции. Вот если можно пятый фрагмент показать, он очень короткий, но он хорошее настроение задает. Мы знаем, у вас сложная задача, и мы желаем вам всего самого лучшего в этом сложном деле. Спасибо, что были с нами. Позвольте мне представить вам нашего... Если Алексей не будет лидером нашего движения, кто будет следующим? Вы знаете? Он со мной. Это наш новый сторонник. Это мистер Пик. Вы знаете его? Нет? Мистер Пик. Это. Мистер Пик. А. Окей. Скажите здравствуйте мистеру Пику. Мистер Пик, скажи здравствуйте члены парламента. Здравствуйте члены парламента. Теперь я понимаю, что это была хорошая идея сделать это заседание закрытым. Почему? Сегодня мы узнали мистера Пик. Спасибо, что представили нас мистер Пик. Вы его знали? Я теперь знаю. И еще раз. Это хорошо для вас поделиться немножко биткоинами на мой кошелек. Да, вы можете это сделать. Ваш посыл предельно ясен. Еще раз спасибо большое за ваше сегодняшнее присутствие. И мы желаем вам всем большого успеха. Вердович, но все-таки, если можно, еще одна мысль напоследок. Он всю дорогу их третировал. Там, дайте мне биткоин. И они еще не пожимали плечами. У нас столько нет, сколько вам надо. Но интересно другое. Что я вот все думаю, почему Волков так активно сливает эти данные. Но есть у меня некая версия. Мне кажется, есть в ней смысл поразмышлять над этим. Дело в том, что мы видим, как Волков освобождается не только от наследия Навального, но еще от всех тех людей, которые могли бы противопоставить ему какое-то свое осмысление его роли. Ведь он же выдавливает Навального. И ему, по сути дела, знаете, как в криминале бывает, свидетели не нужны. Он убирает всех тех, кто может помешать ему формировать новые механизмы. Я почему так говорю, потому что я вспоминаю митинги января. И там интересная штука произошла. Там Навальнято практически были уже не нужны. Они показали свою недееспособность в новых форматах столкновений. Вот эти вот, ну кто? Ну Быков, Шендерович. Ну что они могут? Ну то есть это не то, что нужно сейчас Западу. Волкова нет, оппозиции нет. Сзади стоят вот эти людоеды, которые хотели подорвать Белоруссию. Которые хотели уничтожить лидера Белоруссии. Это люди, которые... Да. По сути дела, вот то, что он делает, это фактически форматирование перед новыми механизмами, которые Запад попытается реализовывать против нашей страны. Ну они ясно, как это будут делать. Они будут захватывать сейчас криминальную партию России, действуя через Рашкина и его агентов. Здесь ни малейшего сомнения нет. Вопрос только в одном, куда смотрит ФСБ. Ну, с другой стороны, мы знаем, что когда надо, смотрит правильно.